всем привет с вами джага мы продолжаем играть в игру blind in dark ну или как-то так демо версию я думаю как то вот тоже так я посмотрел и вспомнил в словаре что скрай вот этот скрайн кристалл это шар для предсказывания шар гадалки почему вот пополнение здоровья называется скрай это меня несколько озадачивает ну да в общем то нам что нам давайте освещение пока включим супер мега факел чтобы пройти дальше нам надо как-то убрать эту стену из кристаллов ну благословили каким-то у нас револьвером который мы заимели давеча это не получится сделать и расходовать патроны сразу вам говорю не стоит из этой комнаты ведет 2 2 лестницы наверх и не сходятся в одной точке так что какой пойдем это абсолютно все равно как классно когда персонаж застревает где-то на лестнице это ли не показатель качества волшебнейшей игры этой игры вот у нас остается только один путь по вот этим колоннам и по ним надо прыгать строго с разбега и вот да строго это вот строго ну давай пополнять что ты там ждешь а это надо кристалл брать вообще-то нас могут убить да ладно мы не боимся какой-то там смерти она на он так здоровье раздает так кстати когда бежишь вот эта самая стамина выносливость зеленые циферки потихоньку кончается ну вот нормально их вот и классно так 101 душа собрано в а пока что нам вот на этот балкончик и надо искать возможности как мы можем ну разбить или пройти сквозь это кристалл чего нам не хватает где наше оружие вот blessed револьвер ну я его не зря включила ну а может и зря ну пусть будет все таки оружие руки вверх где нет никого ерунда полная ну и ладно все равно с пистолетом револьвером цельным револьвером она как-то проще что-то новое ой патрончики вы дайте почему я сюда встал а вот почему 4 ровно 4 патрона на одного гадского демона какой-то он это как как суб-зиро ну или скорпион из mortal kombat самая печалька в том что в обойме 6 патронов лишнее лучше не раз не выстреливать оставлять и получается что на втором демоне или на третьем надо будет перезаряжать а это тратится время и мы получаем от этого демона удар ничего так что ты может пропустил где-то здесь должна быть мебель которую можно двигать наверное это не она и за ней может быть что-то секретное так еще вот когда нам отдают патроны как бы намек что сейчас кто-то выбежит и будет нас бить что будем осторожны а просто тупик не теряем бдительности вот вот это то самое место которое с первого прохождения растерялся и не знал что делать так вот надо раздвинуть все эти столы или что это такое тумбы но двигай как то уже все потом взять ящик поставить сюда он как раз нам тут будет нужен когда мы будем выбираться наверх обратно теперь этот стол сдвинуть убрать второй ящик вот как противно тут с этими ящиками сделано что ладно не будем войнить будем действовать и вот отодвинуть этот шкаф сразу и не заметит что за ним проход вот как то так я не знаю где-то час гулял искал где же проход дальше ли конец ключ а вот он тут а вроде никого нет и хорошо ключ собственно кажется тут нам не понадобится револьвер давайте возьмем чудесный факел чтобы тогда где же он на шестерке надо запомнить а может и не стоит запоминать в общем тут можно запрыгнуть вот ай не то нажал на вот эту даже не знаю балкончик что это подиум какой-то только можно запрыгнуть разбега с перил ау ну и ключ мы взяли для того чтобы зайти в ту дверь давайте заберем выполнение улучшение манны этот стол не двигается это двигается но я в общем то не нашел для чего он двигаться просто так двигается вероятно может есть какие-то еще секретные комнаты или места где не смог побывать потому что не внимательно искал возможно этот стол как-то помогает найти что-то такое но нет я не нашел и не особо искал все что нам тут нужно нужно это взять вот эту ляжку вы что это такое что-то нам в журнале пишут что-то новое кусок мясо короче наш герой удивляется что тут есть что-то большое и страшное которое даже этих скорее всего демонов кромсает ну ладно есть и хорошо лишь бы она нас и не кромсала с демоном и как-нибудь разберемся но убежим бежим 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 ну вот собственно тут можно было взять кусок мяса вот этого не знаю помогает он в чем-то или нет но взять можно и нужно было судя по всему прохождение игру это наверно важный элемент ладно идем дальше где эти ваши демоны они вообще тут остались где-то всего один демон и моего быстренько пистолетом покрошили что не страшно так это мы сходили в левое крыло теперь в правое вот эта стартовая локация откуда начиналась начинался этот уровень там внизу кристальные преграды мы идем пытаемся как-то их пройти чем-то их деактивировать 5 чудеснейшие платформы и в данном случае колонны над пропастью лучше не падать да несколько неудобно шифтом это все нажимать но с вами профи так вот и тут сразу вот 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 хитрость шкаф когда возвращаясь обратно пытаясь его сдвинуть ну если сразу не заметил он упирается в деревяшку и ты думаешь а он не двигается этот шкаф на самом деле можно двигать в эту сторону и он прекрасно двигается но и тут лежит еще один ключ который довольно долго искал и он как раз там нужен так что это мне подсказывает что пора бы нам включить чудесный револьвер кажется вот там за колоннах кто-то двигается да возможно это один из демонов никакая противная морда клоун что ли так вон он энто демон давайте его как-то попытаемся раз два о вот теперь плохо но я же нажал r раз два что первый раз запромазал 3 то есть я просто промазал все до перезарядки я ни разу не попал ну знаете это тоже мастерство определенного рода попробуйте так у вас еще можете не получится промазать то чем мы тут вообще можем найти то тут только улучшение маны уже сто восемнадцать не предел все как-то немного тут пустая комната вот сюда по идее этот демон заходит если мы его сразу на него не идем не бьем его и потом когда мы проходим мимо он сбоку кидается грызет горло в боже как страшно вот эта дверь которая была закрыта пока мы не нашли ключ что-то как-то подозрительно тихо что это такое было показалось да все путем сейчас как надо все пройдем что у нас как-то все кровью замазано ну что поделаешь так очередная загадка тире головоломка в общем надо забраться на вот ту колонну с помощью ящиков но это не очевидно просто вам говорю что я уже это сделал и понял как для этого можно конечно подобрать кристалл апгрейда маны с помощью этого ящика ну нормально ставься забрать и вот здесь ящик у на колоннах вроде бы больше ничего нет все ящики ставим на стол кто вот может даже еще чуть чуть дальше все все три теоретически я даже с двумя справился к 1 на 2 поставил таким образом что там был на половине стоял и можно было как по ступенькам забраться не очень удобно и они все время там вырывались это потому что я по глупости один из ящиков когда первый раз проходил забросила туда наверх думал может там кнопка какая ничего подобного да ладно уже прекрати падать неудобно как-то с этими ящиками по моему в амнезии реализовано это получше и мы берем что-то творится вот такое ну то есть еще часть тела нам что-то написали в журнале шаттер the pieces и нам сообщает что кристальная стена пропала хотя как он это понял непонятно опять пацанский ковер за это лайк модный ковер что тут какой-то такой true реальный пацан жил вы чё сейчас правда одни гопники демоны остались это что-то их немного все-таки blessed revolver делает дело делает дело деловой да то есть теперь мы возвращаемся через ту самую пропасть с платформами к стартовой комнате вот да хоп ай знаете что это было башка черкнули по потолку но знаете когда вы так прыгаешь и внезапно в самой такой ой страшной точке что-то кривится идет не так думаешь ё-моё щас упаду ну вроде не так и страшно вову все выбрались больше сюда не возвращаться нет 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 вот мы пришли в стартовую комнату аккуратнее надо спрыгивать чтобы сильно не пораняться и так уже все в кровище и пожалуй надо пополнить здоровица и девица красавица пополнен им здоровицы при этом какие-то странные такие звуки издает наш герой прямо держи не знаю давай давай чтоб кровь полностью пропала с крови крана несколько дезориентирует и пугает как так плохо то давай лучше маныш полно хватает вот чё он там говорит о все ну наконец-то да строго пистолет револивер приходим во вторую часть зала ну да как бы вот на почти симметрично 1 то есть тут но хотя нет вот дверь есть я дверь не открывается как бы мы не хотели она не откроется по крайней мере в демо версии но так же как и в первой комнате в первом зале тут есть две лестницы наверх вы не сходятся в одной точке и опять тут же наш герой застревает в лестнице что является естественно показателем качества этой крутейшей игры однако нам тут дают невероятно крутую ритуальную секиру или ритуальный топор как как бы там и сообщает что это чудеснейшая вещь если вдруг у нас кончатся патроны не на самом деле не такая она и чудесная это секира вот опять мы стукнулись а потолок башкой лично я больше доверяю чудеснейшему револьверу давайте сходим сначала направо нет музыки ужасно это я сам пытаюсь ужасную сделать вот тут демона видно и лестницы нет он к нам не забежит пока мы к нему сами не спустимся можно конечно попытаться с балкона его расстрелять где мы сейчас находимся у нас учуял и теперь бегает пошел вон только его как тут попасть то где он вообще не честно мы так не попадем него не 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 вот вон он как дурак бежит в стенку на да да на 1 2 и вот тут мы вообще без всяких зазрений совести спокойно перезаряжаем отлично мимо башки выстрел да ладно в общем в голову не старайтесь метится лучше куда-то в туловище хотя бы наверняка попадет получается две просто потратил пули зря конечно тут подкинули обойму но все-таки что тут есть тут ничего и нам надо попасть вот тут дверь или дверной проход вверху но тут мы уже знаем что можно двигать мебель шкафы что и будем делать двигать до самой полной остановки пока он сам где-то не заклинит это как раз нормально вову хватит все раз как надо вот и теперь уже можем попытаться забраться эй ну ты умеешь это запрыгивай шифтом они хотят да с шифтом и не иначе кроме того нам придется возвращаться и прямо вот сейчас можно дополнительно эти ящики выкинуть вниз убери что такое чтобы потом из них сделать лесенку и подняться к тому балкончику с которого мы спрыгнули даже не знаю это наверно не балкон называется поскольку в таких особняках не обитаю как называется тот или иной элемент архитектуры подобных зданий я честно говоря не знаю пускай будет балкончик и вот нам как бы подсказка кровища из-под шкафа означает что где-то здесь скрытая комната и можно шкаф двигать и тут просто пополнением маны ну тоже хорошо может все собираем как надо что показалось а еще один шкаф тут еще одни души 147 интересно мы до конца игры 150 наберем до конца демо игры хотя знаете уже так довольно долго этот демо длится что не знаю начинаю понимать механик этой игры и что тут как делать так вот тут комнатка так вот заходишь не сразу бросается в глаза что и этот шкаф можно двигать на так если внимательно следить видно что за ним щели проход вы еще одну комнату который как раз лежит то что нам нужно а нам тут нужен ключ что это какой-то черт ну да нам нужен ключ так а тут не двигается тут вроде нет да а картины то повторяются то есть это кто-то рисовал много копий если тот ну какой-то старинный замок какой-то художник нарисовала много репродукции нескольких картин да ладно перезарядка вот сейчас нам хана секира нет что-то я про него то забыл то думаете не страшно нет мне не страшно все нормально и не таких обивали правда как-то нам поплохело и это заметно ничего все будет в порядке правда может сейчас еще один демон выбежит а у нас перезарядка на подходе ну ничего что ж там за дверью здесь не демоны фух но если такая комната это означает что как бы это демонов тут не видать и будет загадка ну как загадка в стиле надо запрыгнуть на колонны знаете если мы тут упадем это будет больно может привести к фатальным последствиям и перед это не все нормально это еще не фатальные последствия я не уверен по моему кровь стала краснее по краям то экрана нет да ладно тут кто угодно перепрыгнуть даже ребенок из детского садика вот все просто хоп 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 тадать ага это все для того чтобы мы могли взять чтобы мы могли взять еще один кусок тела чьего-то надо значит надо как я мастерски падаю это тоже как вы понимаете мастерство фух три из пяти частей тела собрано намекает что их 5 а хотя мы вернулись вот туда и куда и надо было возвращаться здорово вот это было мастерски то что нужно мы собрали и вернулись именно туда куда нужно каруто правда кое-что не круто у нас всего 8 патронов и я подозреваю что нам сейчас придется уничтожить еще ровно два демона даже не знаю получится ли у нас это правда у нас есть секира можно попытаться и ею значит мы ходили направо теперь налево сходим налево и да вот опять башкой потолок и да тут будут демоны и у нас ровно 8 выстрелов мы могли их уничтожить любая промашка это как бы все у нас загрызут не нас нашим героем но но все же даже так неприятно ну где же вы не должны забежать в дверь хотя бы один лучше чтоб один воу так ну вот они там ходят надо чтоб среагировал хотя бы один а вот он вот он вот да 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 раз два релот релот давай быстрее как же он долго перезагружает перезаряжает вот фух теперь остается ровно четыре на второго демона филигранность мастерство попробуем ну он тут злой как злой так что такое вот ты капец воу все хана вот теперь секира выбираю тебя угоу ну это неплохо только мы сильнее получаем чем он не подсказывает что пистолет был значительно лучше ну видите секира тоже работают вы кончаются патроны можно было конечно быстренько сбежать захватить их тут и попытаться вот с помощью их дострелить демона так 127 маны интересно нет не работает я думал разобьет может шкаф мне тоже нет ну вот как то так тоже невнятно как-то сдвинуть или что-то тут сделать нельзя то есть просто это элемент интерьера окей идем с помощью скрайн кристалл следующего зеркало у нас уносит у нас и куда же нас носит на самом деле нас уносит самое что не есть завершение демо версии игры то есть я так понимаю в полной версии надо собрать все пять частей тела может что-то еще будет дальше на что я к сожалению не знаю тем не менее вот такое демо blind in dark до игра во многом списана с этой самой амнезии но тут плюс есть оружие чего амнезии не было и это действительно плюс и даже хорошо реализовано то что не надо все время искать масло для фонаря есть просто факел который все время горит плюс там еще есть какие-то оружие и ловушки но в демо версии мы можем увидеть только секиру и револьвер ну как по мне игра неплохая если будет когда-нибудь скидка где-нибудь там когда-нибудь в стиме на нее так что нам будет не больше доллара стоит пожалуй я ее прикуплю а так за 7 как ты не очень все спасибо за внимание с вами был джага подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых прохождений